Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Рада вас видеть на канале Лилия Франс. Итак, как я и обещала, сегодня я отвечу на комментарии двух моих зрительниц относительно, как обстоят дела в моей семейной жизни по поводу наших отношений в семье, непосредственно с мужем, с его родственниками и с его детьми. Итак, я зачитаю оба комментария, чтобы всем было понятно, в принципе, о чем идет речь. Итак, первый комментарий это от Инна Велюга. Лилия, смотрю вас давно, правда, отписывалась как-то, но снова пришла смотреть. Живу в паре часов от вас, почти три года здесь. Простите меня, если мой вопрос вас обидит. Не хочу этого, но интересно узнать, что называется, ну как у них. По вашим видео складывается впечатление, что вы достали счастливый билет, в смысле, удачно вышли замуж, ну или все в шоколаде. Неужели нет ничего отрицательного во Франции или французах, или мужи и так далее. Неужели вы никогда не ссоритесь, даже во время притирки так называемой, или может у вас характер ангельский. У нас ссоры с мужем часто, из-за его детей, которые живут с нами. Расскажите как-нибудь про это, пожалуйста, и как восприняли дети мужа. Для меня это больная тема, спасибо. И второй комментарий от Марии Винниченко. Вот и у меня такой же вопрос возник, вернее, ощущение от ваших видео. Я очень рада, если у вас действительно так шоколадно все, но очень уж напрашивается комментарий, что ну не может быть все так идеально, как у вас, просто потому, что это жизнь. Вы про ваши отношения говорите только розовые вещи, а все недостатки приводите на мужьях других женщин, француженок. Я понимаю, что ссоры из избы не хочется выносить, тем более вас смотрят родственники и друзья. просто написано латиницей и читать достаточно неудобно. Но как-то уж прям не по-настоящему выглядит. Вы не один недостаток мужа-француза. Вы не один недостаток мужа-француза или ваших отношений никогда не привели. По-вашему, все плохое у других только. Ну, знаете как, если брать фразу такую, что не по-настоящему все выглядит, а как вот для вас по-настоящему? Это когда муж и жена дерутся скалками, бутылками и орут на весь дом, деря друг другу волосы. Я не понимаю, почему нормой считается, когда отношения плохие, и это считается жизнью, это считается нормально. А если люди живут, и если возникают какие-то проблемы, они решают это в разговоре, в диалоге, а не в каких-то таких жутких ссорах, почему это выглядит ненормально и, ну как, не по-настоящему. И второе, недостатки мужа. Я несколько видео снимала, и неоднократно говорила там какие-то вещи, которые меня раздражают, которые мне не нравятся, но по большому счету их не настолько много, чтобы я по поводу этого бы заморачивалась. Но давайте так, давайте по порядку. когда я приехала, начнем вот с, да даже начнем вообще с момента знакомства, когда мой муж после своего первого развода, он торжественно заявил, что жениться он больше никогда-никогда не будет. и по происшествии лет, когда он объявил, что он вдруг собирается жениться, и притом на иностранке, и еще и с ребенком. Конечно, я подозреваю, что семья немножечко разволновалась, и, ну, как уже потом выяснилось, они поняли это правильно и поняли так, что если человек, который решил никогда больше не создавать семью, тут вдруг решает ее создать, значит, это действительно достаточно крепкие, глубокие чувства, и, извините, он не мальчик 18 лет, и вправе принимать решение, которое он принял. Время при Тиркин, знаете, мне, наверное, очень повезло, потому что, когда я приехала, я думаю, что мы очень правильно поступили, когда сначала я, конечно, очень расстроена, вот бывает, ну, как говорят, не бывает худо без добра. Когда я ехала на свадьбу, то мне не дали визу для ребенка, мне не дали визу для мамы, ну, в общем, но зато дали визу для меня аж на три месяца. И так получилось, что у меня было три месяца познакомиться с родственниками, познакомиться с жизнью во Франции, оформить все документы для ребенка и съездить в свадебное путешествие, как-то притереться именно от муж и жена, как бы абстрагируясь от каких-то забот и хлопот других, что мы были сосредоточены именно на построении отношений в молодой и тем более в интернациональной семье. И, конечно, у меня были какие-то сомнения, у него, наверное, тоже были какие-то сомнения, но мы сразу приняли, вот, мы очень много разговаривали, мы разговаривали просто, ну, все свободное время мы проводили в разговорах еще до моего переезда, и когда я переехала, мы разговаривали о жизни, мы разговаривали о наших увлечениях, о том, что нам не нравится. В общем, мы старались, каждый из нас, о себе рассказать все как можно больше. И когда у нас началась вот совместная жизнь, почему я говорю, что мне повезло, потому что семья моего мужа, они меня приняли так, как будто я та первая, единственная, самая любимая, самая желанная, их невестка, сестра, жена их сына, брата, племянника. И, знаете, взрослая, я говорю о взрослой части семьи моего мужа, они никогда не критиковали какие-то мои ошибки, они делали настолько тактичные люди, они всегда старались мне помочь. И меня, конечно, очень сразило то, что первое Рождество, первый Новый год, и сестрам моего мужа сделали подарок не только мне, моему ребенку, ну, как семье, которая присутствовала на празднике, но и был сделан подарок, подготовлен для моей мамы. Естественно, отношения мужа, я никогда не скрывала, что у нас уже сколько лет, и все длится, это взаимная любовь, взаимопонимание, взаимоуважение, я не знаю, как, если кто не верит, кто не понимает, извините, но это не мои проблемы, и я рада, что я смогла построить такие отношения, я рада, что я смогла, пусть даже после 30 лет, встретить такого человека, который меня устраивает практически во всем. И, видя вот такое отношение со стороны семьи, со стороны детей, со стороны родителей, со стороны своего супруга, ко мне, к моему сыну, к моей маме, как я могу относиться к этим людям плохо, или поступать, или совершать какие-то поступки, которые могут им навредить. Вообще, я хочу сказать, вот иногда мне тоже там поступают такие подколы, что вот, Лиля, ты такая мягкая, пушистая, такой у тебя голосок нежненький, а вот когда комментарии пишешь, так ты ой-ой-ой. Знаете, я вам отвечу абсолютно откровенно. Я функционирую по принципу зеркала. Если вы ко мне с добром, вы от меня получите то же самое добро. Но если вы ко мне с болью, с унижением, с обидой, я не дам себя в обиду, я не буду улыбаться вам в ответ, вы получите то, что вы дали, то отражение той гадости, которую вы мне, как говорится, послали. Но когда ко мне относятся с любовью, эти люди от меня получают взаимно. И относительно детей. Конечно, я не глупая, я не наивная. И я прекрасно понимаю, что для любого ребенка, папа и мама, родные папа и мама, это незаменимые люди. И каждый ребенок, сколько бы мне было, 10, 20, 30, 40, 50 лет, он всегда в идеале будет мечтать о том, чтобы родители были вместе. Относительно детей моего супруга. После развода дети воспитывались, выбор сделали, когда ставился вопрос о проживании, дети сделали выбор в пользу отца. И после развода дети-школьники в общем стали проживать с папой. Зная это, я прекрасно понимала, что когда мужчина в одиночку воспитывает двоих детей, то и отношение к ним будет, соответственно, немного другое, чем если бы они воспитывались или в полноценной, в полной семье, или же если бы они воспитывались только мамой. Как бы, когда папа и за маму, и за маму, и за папу, и за маму, и при том, зная, как французские отцы щепетильно относятся к детям, к воспитанию, вообще ко всему, что связано с детством и с детьми, то я прекрасно понимала, что мне нужно быть достаточно тактичной, где-то уступать, где-то идти на какие-то компромиссы, где-то промолчать, и где-то как-то, ну, в общем, подстраиваться. Но я также прекрасно понимала, что это дети, и что я взрослый человек, и я тоже имею право на своё счастье и на свою личную жизнь. Я никогда не стремилась стать им мамой или мачехой, другом или подругой. Изначально наши отношения были сформулированы так, так что я дала понять, что если я сюда приехала, я приехала сюда не на два дня, потому что переезд и с другой стороны, и тем более с ребёнком, что я вырвала себя из привычной семьи, я бросила работу, я бросила родных, я бросила своё жильё, я бросила всё. И приехала сюда не просто так, не для того, чтобы побыть здесь пару месяцев, и из-за каких-то капризов вернуться назад. Я это чётко и ясно дала понять. Это первое. Второе. Относительно того, что кто я есть для детей моего мужа. я тоже не молчала и тоже пыталась объяснить, что я не мама, я не подружка, я не женщина на два дня, я любимый человек вашего отца. И с этим придётся считаться. Если что-то не устраивает, то у нас будут просто какие-то ровные отношения и всё на этом. Когда я переехала, мы жили вчетвером. С нами проживал старший сын моего мужа. И поскольку он тогда был ещё не самостоятельным и находился на содержании моего супруга, и буквально несколько месяцев назад как дочка стала жить с мужчиной, который на сегодняшний день является её супругом. И если возникало у меня, в принципе, как больших проблем никогда не возникало таких, чтобы это был какой-то расход краями, как говорится. Но когда у меня возникали проблемы, в первое время я делала ошибки. И расскажу, какие это были ошибки. Я почему-то считала, что если там где-то меня не устраивает поведение нашего старшего сына, то я ябедничала своему мужу, как бы чтобы вот то-то, то-то он сделал не так. Я боялась поссориться с сыном и думала, что как бы папа решит эту проблему между отцом и сыном. Но, как показала практика, этот метод не идеален, поскольку я ставила своего супруга между молотом и наковальней. И я видела, что ему такие жалобы не доставляют удовольствия. Мне самой было противно от того, что выглядело это действительно как ябедничество. Я ябед терпеть не могу. И когда я поняла, что таким образом какие-то вопросы, какие-то проблемы не решить, я стала решать их напрямую. Как бы если у нас возникало что-то, то я брала сына за руку, садила за стол, ставила там чашку чая, кофе, что он любит, конфеты, печенье, и говорила то-то, 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 мне не нравится, нужно сделать вот так, вот так, вот так, что ты об этом думаешь. И он высказывал свою точку зрения, я не указывала, я не приказывала, я говорила, что ты об этом думаешь. И мы в процессе разговора приходили к компромиссу и решали эту проблему очень спокойно. На сегодняшний день, да, и в принципе, когда мы жили, я же говорю, я уже рассказывала, что когда я была беременная, то и к врачу меня, когда муж не мог, меня он возил, когда мне вдруг становилось плохо. И после операции тоже с Миленочкой, хотя детей боится до сих пор, он скоро сам станет папой, но детей боится до сих пор, и у него такой мандраж, но тем не менее, он никогда в моих просьбах мне не отказывал. Может, где-то что-то не нравилось, как и мне в свою очередь, но мы всегда без ссор, без криков, без оров находили общий язык. Конечно, нужно отдать должное, что мой супруг своих детей воспитал очень хорошо. Что касательно дочки. С дочкой тоже я не могу сказать, что мы никогда-никогда не ссорились, но не в плане того, что ссоры, а в плане того, что никогда у нас не было разногласий. Конечно, были две девочки, это раз. Две любимых девочки, одного мужчины. Каждая из нас претендует на какую-то часть его, и каждая из нас хочется этой части больше. И поэтому как-то какое-то первое время я замечала не то, что ревность, а может быть, это такая вот и ревность дочки. Вполне возможно. Но все это как-то тоже благодаря тому, что мы не молчали, ни она, ни я, все это как-то очень плавно, очень мягко пришло к тому, что мы сейчас дружим, мы общаемся. Если возникают какие-то тоже недопонимания, мы тоже об этом разговариваем. Даже бывает, что там где-то я обижусь, где-то она обидится, но превыше всего семейные отношения, что если вдруг что-то где-то как-то не получается, мы это обговорим и будем жить дальше той же самой дружной, нормальной семьей. Относительно отношений моего мужа и моего сына. Здесь ну дай Бог каждому, хоть маме, хоть папе, которые находят или жену, или мужа, иметь такие отношения, которые сложились у моего ребенка и у моего мужа. Я уже миллион раз рассказывала, что это ну это просто счастье наблюдать, когда вот такие отношения между отчимом и пасынком. Все, что я могу здесь сказать. Затем относительно отношений моих и моего супруга. Ссоримся ли мы? Ну ссоримся. Вот вы знаете относительно чего? Я могу поругаться вот, например, относительно работы, что он долго работает, что он много работает, что он очень поощряет работников, которых не нужно поощрять, но по законам Франции это нужно делать, а я не знаю там каких-то например законов. Затем ссоры какие бывают. Вот недавно совсем я готовила блюдо для кулинарного канала. И что-то не помню, то ли соседка меня позвала, то ли кто-то. Ну короче, я спустилась вниз и не посмотрела, что я не отключила плиту. А супруг находился в салоне, в общем, возле кухни, все это горело, все это дымилось, ну как оно не дымилось, но уже начало подгорать, и уже даже появился запах пережаренного. И он не выключил, потому что как он мне потом я пришла и говорю, что такое, ты же вот сидишь, вот ты же видишь, оно уже черное. Он говорит, так я же не знаю, может это так надо. А я, мне это обидно. Затем, ну какие могут еще быть ссоры? Ну я иногда ругаюсь на то, что он ну какой-то наверное более добрый. Может, например, в ущерб себе пойти там делать что-то, если его попросят, хотя там был запланированный какой-то семейный выход куда-то, вот там, например, другу нужна помощь, но за это ругать, ну как-то это же ведь он доброе дело делает, но это тоже я не могу. Я, конечно, как надуваюсь, потому что там ну он идет куда-то, но я же понимаю, что он не гулять идет, а другу помогать. И как бы, ну вот я, честно сказать, я даже не знаю, чтобы больших ссор с битьем посуды или с драками или с какими-то, но я не могу, вот не верите мне, я не знаю, конечно, мне странно видеть вот такие комментарии, когда люди пишут, что это это не нормально так жить, а для меня это нормально, для меня вообще, вот я серьезно скажу, что ссора это для меня это стресс, и я потом не могу спать, я плохо себя чувствую, я ну я стараюсь вообще избегать вот таких вещей, если мне что-то не нравится, то у нас сразу была такая договоренность, есть ли кому-то из нас что-то не нравится, потому что в первый год нашего совместного проживания было, знаете как, мне что-то не нравится, я дуюсь, молчу, а потом раз и вот так вот все высказываю, как бы и непонятно, что я высказываю, потому что мне и плакать хочется, и вспоминаю то, что было 10 месяцев назад, а он уже вообще этого не помнит, он со своей стороны тоже делал вот это, тоже молчал, а я же не знаю, что например вот так вот у них не принято, откуда я знаю, а потом я уже говорю, знаешь, что зачем нам вот эта вот игра в молчанку, лучше там, что-то мне нравится сразу, Лили, иди сюда, вот это, вот это так не делай, мне не нравится, или у нас так не принято, и я со своей стороны делаю то же самое, поэтому, как бы, наверное, вот этими вот разговорами, ну, и мы избегаем ссор, тоже касательно там, вот каждый год это нужно было оформлять эту карточку, мы помним какие-то, ну, знаете, нам даже как-то ссориться, и некогда было, то документы нужно было оформлять, потом, в период, когда мы познакомились, у меня же вот эта вот необъяснимая в Украине болезнь была, которая потом щитовидкой оказалась, а в Украине пощупали щитовидку и сказали, что да, увеличено, но после Чернобыля у нас 99% таких щитовидок, что мы можем сделать, а то, что уже там начинался процесс, никто ничего, ни УЗИ не назначили, ничего, и я проходила, как бы, здесь все вот это, вот, и как бы мы вот этим были заняты, потом на ребенка нужно было документы оформлять, потом ребенка с одной школы в колледж переходил, как-то все вот это вот, ну, я не знаю, я не знаю, как-то все вот так вот, чем-то мы все время заняты, как-то, ну, неужели, честное слово, ну, неужели хуже приготовить какой-то вкусный ужин вечером, собраться с семьей, вот у меня тоже спрашивали недавно, по какому поводу были гости, да по какому поводу, люди хорошие, почему не пригласить, дети проезжали, мимо заехали, и я, ну, не знаю, я, у нас как-то так вот все, не пойму, почему, странно для людей, я не пойму, почему, если вам в вашей семье, ну, как плохо живется, или, ну, не складываются отношения, или какие-то, ну, вот такие вот непонятные вещи происходят, вы постарайтесь, наверное, поговорить и обсудить со своим партнером те негативные моменты, которые присутствуют, это первое, а второе, если, ну, ничего не получается, зачем мучать себя, я не знаю, я вот, после того, как поняла, что я могу умереть, я настолько пересмотрела, вот, свою жизнь, и сейчас я стараюсь, ни одна ссора, ни одно доказывание какой-то своей правоты, оно не стоит тех положительных, позитивных моментов, которые мы убиваем сами, создавая вот эти вот ссоры, создавая какие-то конфликты между родителями, между детьми и так далее, и так далее, если вам человек неприятен, не общайтесь с ним, если человек, не можете с ним найти общий язык, сядьте, поговорите, не получается, опять же, не общайтесь с ним, ну, я не знаю, может, конечно, мне повезло, когда говорят в шоколаде, я, это не правда, я не в шоколаде, и у меня просто нормальная семья, мы не богатые, мы не миллионеры, мы работаем, мы зарабатываем, я вот, абсолютно не скрываю, что стоял выбор, или заканчивать ремонт, который, кстати, до сих пор не закончен, или же поехать в отпуск, потому что деньги или на то, или на это, стройматериалы очень дорогие во Франции, и как бы, если ты хочешь сделать что-то качественно, что это постоянное вложение, кто-то кредиты берет, кто-то, вот как мы откладывали потихонечку, и вместо отпуска проремонтировали, ну, понимаете, как вот, говоришь правду, рассказываешь какие-то вещи, а мне говорят, ты что-то скрываешь, розовые вещи, но где розовые, кто-то вот ездит на Феррари, я не езжу на Феррари, кто-то носит там, я не знаю, соболя до пола, у меня нет соболей до пола, но у меня есть то счастье, та любовь, взаимопонимание, которыми я дорожу, например, больше, чем в Феррари, или больше, чем там поездкой в Японию, к примеру, или на тот же самый Марс, ну, надеюсь, я достаточно ясно объяснила, и заставить вас, кого-то из вас поверить, что нормальная семья, которая живет нормально, без боя посуды, я не могу, это не в моих силах, но приукрашивать, когда меня действительно смотрят родственники, которые тоже могут высказать свое мнение по этому поводу, если бы это было не так, как я говорю, какой смысл мне это делать. Ну, дорогие мои, спасибо вам большое за интерес к моим семейным отношениям, к моим отношениям с детьми супруга, я желаю, чтобы у вас у всех все складывалось хорошо, гладко, чтобы в семье присутствовала любовь, мир, взаимопонимание, и только хорошие отношения, и очень бы хотелось, чтобы нормальным считалась вот такая вот семейная жизнь, ну, как у меня, а не со ссорами и скандалами. Ну, и до новых встреч на моем канале в новом видео. Всем хорошего дня и настроения. Пока-пока.